Началась планерка с новых назначений. Пост главы Хостинского района покинул Тимофей Трепильченко. Теперь он займет кресло начальника отдела помощников и советников главы города. Ну а руководить Хостинским районом отныне будет бывший директор Сочи Теплоэнерго и экс-заместитель главы курорта Игорь Яшнов. Ну а одним из главных вопросов совещания стала проблема налоговых поступлений, а точнее их отсутствие. Это касается мини-гостиниц и небольших гостевых домов. Город создал более чем комфортные условия для ведения бизнеса. Туристов в Сочи приезжает даже больше, чем курорт может принять. Объекты размещения заполнены на 100%. Но это на деле. А на бумаге в отчетах мини-гостиниц почему-то все совсем по-другому. Для начала, вместо того, чтобы выбрать патент, они выбирают такую форму, как уплата единого налога на умененный доход, который по нашему законодательству уходит аж март месяц. И начиная с января месяца, они все показывают, что у них туристов не было. Представьте, в этом курортном сезоне, когда негде было яблоко упасть, у них, оказывается, туристов в их объектах размещения не было. А все, кто были у них там многочисленные по фотографиям, которые мы делаем, это их родственники, которые бесплатно приехали на отдых. Эта ситуация стала возможной из-за пробелов в законодательстве. Но жить за счет других, за счет честных налогоплательщиков, таким предпринимателям в Сочи не позволят. На этом настаивает и законопослушный бизнес. Но выход есть – сделать налог на вмененный доход невыгодным путем повышения коэффициента базовой доходности. То есть стимулировать предпринимателей переходить на патентную систему налогообложения. Это единственный режим, налоговая декларация, по которому не сдается, а расчет налога производится сразу при оплате патента. То есть от уплаты по счетам. Нечистые на руку бизнесмены тогда уж точно никуда не убегут. Тех, кто занимается одной и той же деятельностью, на одной и той же территории и так далее, имеют разную налоговую нагрузку. И если нулевая декларация сдается предпринимателям, но он де-факто заплатит 5-6 тысяч за оформление этому бухгалтеру, нанятому, который эту отчетность даст. Не проще просто взять и купить патент на тот период, на который ты хочешь, на месяц, на два, на три. При этом мы будем понимать, что все доходы пойдут в местный бюджет для развития той же самой среды, в которой этот предприниматель осуществляет деятельность. Коэффициент базовой доходности, в отличие от других регионов, в Сочи не корректировался уже 10 лет. Этот вопрос станет предметом рассмотрения на ближайшей сессии городского собрания. Ну а руководителям частных мини-гостиниц, чьей работой по информации туроператоров остались недовольны 25% постояльцев, глава города посоветовал посетить международный туристический форум, который откроется в Сочи завтра, и посмотреть, как работают их более успешные коллеги. Ну а завершилась планерка предложения Монатолия Пахомова на выходные центр города сделать пешеходным. Мы хотим перекрывать и зоны активности делать каждую субботу-воскресенье. И наши жители города, и наши гости могут спокойно гулять именно по набережной, по улице Орженикидзе, заходить в скверы, в парки. Есть дорога дуплер, есть дорога обход. Ну и давайте туда. А здесь все-таки мы курортный город, и чем больше будет у нас, скажем, регуляционных зон, пешеходных зон, чем больше будет зон активности, тем больше мы будем привлекательны. Перекрывать на выходные, так как это, например, делают в центре Краснодара, в Сочи планируют улицы Орженикидзе, Черноморскую, Переулок, Электрический. На согласование новой схемы глава города дал чуть меньше месяца.